Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. На окружении в первой части заседания как-то шла речь по повестке дня, по голосованию, по вопросам. В 2007 вопрос, чтобы исключить, проголосовала за 15, против 12, но сдержалась 14. Для того, чтобы исключить на двор снахот голосов, мы в конце уже так спешили, что в 2007 вопрос не рассмотрели, поэтому предлагаю вернуться в 2007 вопрос в шесть. Нет, здесь ошибка техническая, не намерение, не преднамерение, она не повлияет на принятие решений, поэтому не страшно. Голосование было 30 лет на 15, против 12, но сдержалась 4. А сколько присутствовалось? 30 лет. Прочинство составляло 16 человек. А вопрос какой ставился? Вопрос, чтобы исключить, 57-й вопрос, на детский дня. Мы прошли предложение о том, чтобы исключить. Значит, он не прошел повторно, если будет снова предложение о положении? Нет, это не голосование по самому проекту. Когда голосовалось по месту, о том, чтобы исключить. Он остался по месту. Голосование, при таком голосовании, когда был поставлен вопрос о снятии с повестки дня, какого-то определенного вопроса, он не прошел. То есть, он, получается, включен в повестку дня. Мы за этим уже проголосовали при прекращении. Ну, Слава, я одно хочу сказать, что, слава Богу, что была обнаружена данная техническая ошибка сейчас, во время проведения заседания, когда вы можете исправить. Никто вам не запрещает и не дает право снова ввести предложение, чтобы отложить этот вопрос и поставить его на голосование. Уважаемые коллеги, возвращаемся к 57-му вопросу. Это внесение в дополнение решений Совета мунициплиной ДОО, в том числе 2018, по 27 марта 2009 года, в обликновении списка объектов, находящихся в собственности мунициплиной ДОО, за счастливый государственный партнер с последующими изменениями в дополнение. Так что, прежде всего, Дорога, Мунициплина? Пропунем к вам предложению Союз ММ 2.18 и 27 марта 2009, regardом с опроводением по правилам лисы – бононоса ММП, работающих и средствам от пользователей общественных интересов, органических и jobщиков, управления общественных партнерами, д Finances и другие формы, динамика и дополнительные расходы. Следом, что мы вам предложили с созданием спортивного собака Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Нет документов в футбольной школе. Если есть фирма ZXY, которые работали на стадионе, то значит у них на предприятии в бухгалтерии есть четко и ясно выписанная накладная. С акта выполненной работы. Примерно, земельная работа, бетонный насос, меня не волнует какие. Я предлагал бы бухгалтерии или кто из премьерии взяли этот, будем говорить, или школа футбола знает с кем работали, чтобы вышли на эти предприятия, чтобы эти предприятия дали накладные или акты выполненной работы четко, как через нотариус, хотите, через как хотите, чтобы они были, чтобы мы к следующей. С сессии имели четко сколько деньги. Никто не говорил, что Ренату Сапри не поставил 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллиона. Нас не волнует. Нас волнует четко. Акты выполненной работы. Насколько была сделана, какая фирма и как была оплачена. Спасибо. Я хотел бы сказать, что частное председательное партнерство предполагает определенную выбору для частного партнера. При этом, в данном случае, то, что вы говорите, что оно будет перед нами от школы футбола, вы здесь немножко лукавили. Понимаете? Поэтому, если это частное председательное партнерство, значит, мы даем свою сторону, свою часть, земельный участок, обустроенные, уже частично выполненные какие-то определенные работы. И то же самое должны иметь и частные государственные партнеры. То, что вы говорите, что будет вкладывать господин Мусаковин эти деньги, пусть вкладывает, но не так, как он принес, отдал деньги или рассчитался уже с подрядчиком. На основании чего он рассчитался с подрядчиком, я не понимаю. И кто-то должен был быть со школы футбола, но никак не с тем Ренатом Садом, который выделял это средство. Спасибо. Николай Николаевич. Господин Мирданович, дайте я вам напомню, чтобы не было каких-то спекуляций. Значит, я вам повторюсь, еще раз скажу, и многие советники это знают. Вы говорите, лукавит, какая это выгода. Вот я бы хотел узнать с 2015 года, какая выгода была в Бейцах, в Ленатом Садове. Он поднял с колен в больный пункт заря, который стали обладателем пункта. Он вложил свои 2 миллиона долларов в лишних средств. Он был беспломным. Он украсил Новый год. Он длинный пункт, который сделал и делал в нашем городе, в нашей стране. Что он преследовал? Он получил какие-то дивиденды. Вы сейчас говорите за какое-то футбольное поле, которое он якобы получил дивиденды. Да он не получал никогда никаких дивидендов. Это он делал от доброго сердца. И ту футбольную пункт заря, которую он воздал, спросите у него 9-0. Он идет на спросе и больше кого-то из нас с вами разбирается. Понимаете, он футболист, он это знает. И я не хотел бы, чтобы вы так перетеркивали, что господин Усатый хотел бы выучить какую-то передовую. Это ваше решение. Вы говорите отложить вопрос, откладывайте вопрос. Вы говорите вопрос не нужен, как и дать, говорит, надет школа, футбол, сама закончу данную площадку. Давайте пойдем по этому пути. Мы пришли в более легкий путь. Но то, что вы сейчас говорите, что какие интересы преследуют Усатый, Да никаких интересов он там не преследовал. Я вам уже это говорил. Какие интересы он преследовал в Заре? Тогда ответьте мне, что он туда с 2015 года только вкладывал свои деньги. И все. Какие интересы? То, что в город привезли Кубок. То, что Заря стала участвовать в Европе Кубка. Какие интересы? Объясните. Может, прогнозы и болезни? Дело в том, что я говорил, мне интересы, Френа Гурсанова, говорят о будущем частном партнерстве, с кем будет заключен этот город. Это еще не означает, что господин Усатый может стать этим государственным партнером. То есть частным партнером. Понимаете? Потому что это будет проводиться конкурс. Кто лучше предложит предложение, тот и выиграет. Вот о чем я говорю. Спасибо. В данном случае здесь уже, Ренат Усатый не имеет никакого отношения. Я ничего не имею против вложений, которого он вкладывал. Он должен подтвердить это документально. Давайте обратиться в правоохранительный орган, который, как вы говорите, изъявил за эти документы, чтобы они нам предоставили эти документы для изучения. Потом мы вернем, если там было, мы делаем еще что-либо. Мы изучили. Если есть эти документы, мы сделаем с ним копы, подтвердимы и будем рассматривать, что он вам должен. Вот и все. Господин Леонидович, давайте мы закончим. Если вы решили этот вопрос, откладывайте вопрос, это ваше мнение и советское. Начнем с того, что вы говорите в правоохранительные органы. У меня прошло в семье, начиная с моей мамы и заканчивая моей дёщей, с ее молодцом. Мне документы возвращали, еще раз говорю, документы возвращали. Три с половиной года. А что вы говорите, что вы обратитесь, кто-то вам поможет, кто-то вам даст? Не мне, а мы испаруем советы. Понимаете? Мы вместе с органами публичности. И прости, органы, да, которые взяли эти документы. Что? Предоставьте. Спасибо. Есть проектов, друзья мои коллеги. Вилья Реплик, по-моему, кстати. Господин Геонидович. Как Реплик, не подправить студии дизабилитаты, панно когда мы в игрус, в Бум, то, что мы включаем все работы, эффектула, conform к всемам документам легального, фискале, аквалидая имплигерия. Мы говорим о двух различных вещах. Господин Примар говорит о роли в городе, в городе, в городе. Никто не имеет много инвестиций, которые будут как меценат. Мы говорим о легалитете. Господин Павловский, секунду. Мы прекрасно понимаем, что на фоне такой заботы о городе футболе, очень часто с футбол связано с отмыванием торжественного. Мы не хотим быть связаны с каким-то проблемой. И кроме того, мы должны видеть документы. И кроме того, я прошу вас пресекать высказывания в качестве эмоций наших муниципальных советников, в отношении других муниципальных советников. Делать какие-то политические заявления, рекламу, что было вложено денег, что не было. Давайте говорить по существу. После этого выступления просьба такая. Ставьте на голосование данного вопроса. Я предложение перенести данный вопрос на следующее заседание сессии, когда будут подготовлены все документы. И мы тогда сможем... Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом мы прекратили обсуждение. И я хочу понести до муниципального совета о том, что у нас в зале присутствует 28 советников. И сейчас я ставлю вопрос 57 на голосование. Исходя из того, что у нас господин Китин, Бучацкий, Кептина, Иордан, Полонский, Маркович, предложили отложить рассмотрение данного вопроса. Кто за предложение отложить рассмотрение данного вопроса решения? Здравствуйте, спасибо. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, если вы голосуете за основу по этому решению, оно является иночественным. И в таком случае решение принимается 18 голосами. И если вы переносите, то это совершенно другая история, тогда уже нужно 8-15 голосов. Если принимать за основу и переносить, это две разные вещи. То есть тут и количество голосов должно быть разное, чтобы понимать, что вы принимаете. Или вы принимаете проект решения, и когда это будет считаться как имущественный вопрос, там одно количество голосов. Или просто переносите. Когда другое количество голосов и выбрать эти годы? Дальше, пожалуйста. Господин Балан, скажите, пожалуйста, для того, чтобы перенести какой-то вопрос, потому что шла речь о переносе на следующее заседание, правильно? Для того, чтобы перенести рассмотрение данного вопроса, нужно согласовать на основу или нет? Потому что по предыдущей практике проведения заседания муниципального совета, именно так и делалось. Я немножко не поняла с количеством голосов. Как бы, если имущественный вопрос, без разницы, когда голосок за основу, ты переносишь его, тебе нужно, в любом случае, две трети голосов. Уважаемые советники, поэтому вопрос, я уже рассказывал в свою позицию. На мой взгляд, в первую очередь, если вы хотите отложить тот или иной вопрос, он откладывается в самом начале заседания совета. Да. Я уже не сказывался по этому вопросу. Вроме всего прочего, у нас не сошлись точки зрения господин Сердюк по данному вопросу с секретарем Совета. на мой взгляд, когда ставится вопрос за основу, и, например, за него не проходит голосование, то, получается, вопрос не прошел. Он может быть включен инициатором данного вопроса на следующее заседание, а может быть не включен. В случае же, если вы ставите вопрос о его переносе и голосуете о его переносе, то он в обязательном порядке включается на следующее заседание. В любом случае, мы голосуем голосовать за основу в начале, это кратно значится. Государственные коллеги, если у нас вид есть, будем выявить два мнения в университете, то есть задовольные считать исполняющим обязанность, да? Представляем о том, что поставить голосовать не без основы, то есть не понять из основы, а положить вопрос о том, что. Господин Павлович, я надеюсь, что вопрос о ставить за основу и так далее. Давайте все-таки будем придерживаться двух мнений, за основу. У меня вопрос такой. Скорей, что нам голосов будет пояснить еще раз, если мы не голосуем за основу, если кто-то из советов предлагает отложить, это только его мнение, и только он голосует за отложить, что происходит с этим проектом решения, если мы вообще не голосовали за основу? Господин Павлович, если вопрос был на голосование за основу, он не набирает 18 голосов, то когда он не проходит и не будет принято решение, и что не мешает на следующем заседании, поэтому я предлагаю ему пойти по этому пути. Уважаемые коллеги, итак, мы голосуем за данное произвешение вопроса номер 57 за основу. Уважаемые коллеги, кто согласовывает? Одиннадцать человек. Одиннадцать человек. Одиннадцать советов. Кто против? Один. Одиннадцать. 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 Одиннадцать.